Добрый день! У эфира спецвыпуск «Зоны свободы» присвеченный проблеме хатнего хвалта у Беларуси у свете. Бить – теня бить. Быть – теня быт закону об хатнем хвалте. Гэтай пытанні востры дискутуюцца ў Беларусі пасля таго, як Александр Лукашэнка резка скрытыкаваў падрыхтаванную Міністэрстам внутрэных справоў концэпцію закону апапярэджэні хатнях хвалту і прызнаўся, што біў свайго старэйшага сына. Все это дурь, взятая прежде всего с запада. И вы можете не переживать, и народ пусть не волнуется. Мы будем исходить исключительно из собственных интересов наших традиций, белорусских, славянских традиций. Надо исходить из той ситуации, которая у нас складывается. И не шлепок, а хороший ремень иногда – тоже полезно для ребёнка. Не для всех, конечно. Я не сторонник того, чтобы наказывать детей. Ну, Виктору часто получал он от меня как старший. Младшего, я вообще ему 15-й год, я никогда его не наказывал. Он этого не заслуживал. А ему подкидывал. А средний, Дима, он уже видел, как Витя попадала. Он ровненько стоял рядом. Он уже не дёргался. Это наша традиция, это наша жизнь, и мы будем воспитывать так, как надо. Лёс концепции закону о папярэджэні хатнях хвалту пакуль невядомы. На этом тыдне у Менску некальки сотня удельника у суполки у фейсбуку марширует детка, обмерковали, як можно поуплывать на тое, как закон всё ж был принятый. И сярод пропанова об таке – проведение санкционованного маршу, створение агульного руху Беларусь без хвалту, створение петыций, сбор подписов за принятие закону, проведение грамадского трибунала зуделом ахвяра у хвалту. Еще до гучных заявок Александра Лукашенко я наведала у Менску притулок Радислава. И мы записали споведзе ахвярау хатня ахвалту. А так сама запрасили у Менскую телестудую свободы тых, хто ведая гэту проблему знутры и пропануя способы яевырашэння. Сюня рада вітаць у Менской студии свободы Ирыну Альхоуку, яна старшыня в'яднанне гендарной перспективы, а так сама сябра Национальной Рады у гендарной палітыцы. Добрый день. Так сама депутатку палаты представникову Ганну Конопацкую и Вольгу Гарбунову, яна стваральніца и керавніца притулку для жанчынах вярау хатня ахвалту Радислава. Гэты притулок існуе уже каля 16 гадоў. И на самом пачатку, перш, шы мы пачнем дискусію, я хотела пропанаваць вам паглядзець відео с притулку Радислава. Давайте паглядзим. Я тут около месяца. Попала я сюда, наверное, не самая распространённая история. Физического насилия было в нашей семье немного. В основном это было психологическое. То есть муж мог устроить скандал на ровном месте. Последний год это случалось практически ежедневно. Но последней каплей стало то, что он поднял руку на ребёнка. Причём так, ну, это не было так, что вот ты сейчас, если не перестанешь, то я тебя шлёпну. Нет, это было вот так очень агрессивно. Чуть ли не с разбегу. И ребёнка ударили по голове, он упал. Ребёнку 6 лет, он совсем маленький. Вот. После этого я поняла, что муж совсем не в состоянии контролировать свои эмоции в каких-то ситуациях. И я вызвала милицию. Ну, и через некоторое время я поняла, что делать там дома нам больше нечего. Я переехала сюда. Нелёгкий такой поступок. Я жила в коттедже двухэтажном. У меня была помощница по хозяйству. Когда речь идёт о ребёнке, я считаю, что такое терпеть нельзя. Ни при каких обстоятельствах. Я считаю, что таким образом я защитила своих детей. Мне очень хотелось очень надёжной семьи. Скажем так, мужчину за каменной стеной. Вот я его, собственно, получила. Это была такая каменная стена. Он действительно был очень надёжный, например. Но при этом очень авторитарный. То есть такой домострой. Вот он угорел меня уйти с работы. Один декрет, второй декрет. То есть я стала очень зависимой экономически от него. А бизнес пошёл на спад. То есть действительно стало сложно материально. Один из факторов того, что я долго терпела, было то, что... Ну, об этом мне тяжело рассказывать. А люди со стороны, друзья, видели только хорошее в семье. Это всё происходило за закрытыми дверями. Вот. И в какой-то момент ты начинаешь чувствовать, может, ты правда не права. Может, мне надо вести себя по-другому, и туда мужу справиться. Может, это действительно моя вина. И в обществе очень сильно возлагают вину на женщину. Всё, ответственность за семью, 100%, как правило, возлагают на женщину. Я математик по образованию. Закончила БГУ, МИХМАТ, красным дипломом. Последние годы я работала программистом. И, в принципе, я думаю, что сложно будет, но я смогу вернуться. Гвалт не залежит от взрывного дукации, от социального статуса. Не залежит. Он может отбываться паза за чыненными двярыма любой квартиры. Вольга, журналистам не просто трапить у притула Градислава. Мы вельми удячны вам за такую махчымасть, что мы смогли там провести 3-4 годины и послухать, поговорить с женщинами, які пахадилися с нами поговорить. Вы в 16 годах працюете в этой теме, працюете ранее, в вечере, в ночи можете поехать, вот, калі складанной ситуации привести женщину у притула. Как бы вы оценили масштабы хатнего гвалта у Беларуси? Спасибо за вопрос. На самом деле, говоря про тему, проблему домашнего насилия, хочется сказать, что Беларусь не исключение. И, наверное, как и во всем мире, проблема домашнего насилия стоит остро. По последним исследованиям, которых было не так много проведено в стране, но, тем не менее, у нас есть цифры, говорящие о том, что каждая третья женщина сталкивается с проявлением физического насилия в отношениях, не говоря уже про другие виды насилия. МВД говорит о статистике, что ежемесячно порядка 20 тысяч обращений от граждан поступают на линию 102. И также мы имеем результаты, результаты, ну, таких небольших исследований, опросов, говорящих про то, что абсолютно не все люди, сталкивающиеся с домашним насилием, ищут помощи, звонят в милицию или обращаются там на общенациональную горячую линию, или обращаются в социальные центры, или такие пилеты. Вот эта женщина, которая нам рассказывала, на кольке типовая ей есть ситуация. Ну, на самом деле, нет, нетипично. Все-таки люди, которые обращаются за помощью в убежище, это уже такие ситуации, где все доведено до предела, до крайности. Это ситуация, связанная с очень жестоким, постоянным физическим насилием, сексуальным насилием. На нас радует тенденция, что женщины все чаще принимают решение уйти, когда еще не все сильно печально и страшно, и криминально, и трагично. Вот, поэтому, наверное, в нашей организации мы отмечаем все больше и больше звонков, связанных именно с психологическим насилием. Но его, конечно же, не стоит недооценивать. Шрамы внутри были оценивающим снаружи, синяки могут зажить, перелом срастись. Но важно понимать, что наша психика на самом деле гораздо более хрупка, нежели наше тело. Поэтому мы постоянно работаем с тем, что призываем людей не замалчивать даже такие проявления психологического насилия. Ирина, ну, ось, 150 краин у света мают альбо специализованные законы, альбо пылные частки у законодавстве, как раз связанные с попереджением хатнига гвалту. И в нашем регионе, окрімя России и Беларуси, фактично все краины мают такое законодавство. Оно дейничное, оно там меняется от поведности, с практикой, с ситуацией. Чому гэты закон необходны просто? И какие самые основные пункты у им, які дозволясь продухелись хатни гвалт? В первую очередь, законопроект и концепция, они нужны для того, чтобы защитить пострадавших от домашнего насилия и установить ответственность для виновников, для агрессоров, кто такое насилие применяет в отношении членов своей семьи. Закон нужен для того, чтобы понимать, какие роли и ответственность будут иметь все службы, которые по своим должностям должны реагировать. В частности, в концепции предусмотрено расширение членов определения, кто насильственное действие в отношении кого можно считать домашним насилием. То есть бывшие супруги предлагаются включить в это определение. Вот наша героиня рассказывала об экономическом насилии, которое она испытывала. Это тоже одно из предложений концепции. Также такая интересная прогрессивная норма – это оценка риска, которая может позволить оценить потенциал и вообще эскалацию насилия. Предполагается, что будет координационный орган, государственный орган, который будет координировать деятельность всех служб, как на уровне центральной власти, так и в регионах. В регионах большую роль будут играть местные власти, которые будут определять, и как будут развиваться кризисные комнаты, и где будут возможные места для виновников, которых будут выселять. Предполагается разделить защитные предписания на срочные, более долговременные, долгосрочные. То есть сегодня и коррекционная работа с агрессорами также предполагается, что будет разработана такая модель. Очень много нововведений. С одной стороны, уже что-то работает, и международный опыт нам нужен как раз-таки для того, чтобы не изобретать велосипед, потому что, как вот Ольга говорит, совершенно с ней согласна. Это не уникальная проблема для Беларуси, и многие страны в нашем регионе, и страны индустриально развитые, Канады, США, Швеция, сталкиваются с этой проблемой, несмотря на уровень своего развития. Поэтому здесь важно изучать этот международный опыт и применять его у нас, ну и, конечно же, смотреть, насколько мы готовы, чего нам не хватает. Мне подается вельми важно сказать, кто в изначении, кто есть ахвяр и хатник, ахвал, то вот поводля той концепции, какая теперь есть. Это не только женщины, вот такие, которые тропляются, притолог, перелишите, когда вас... Ну, во-первых, самый часто задаваемый вопрос, не только ли женщины, да, конечно же, и мужчины, и пожилые люди, и дети, то есть разноуязвимые группы. В этом смысле законопроект предполагается быть генерно-нейтральным, то есть он будет включать, нету там особой ссылки на какие-то особые группы, ну, и это позволяет включить всех. Но мы видим из практики, что женщины составляют большинство среди жир домашнего насилия, пожилые люди это особая категория, потому что они утрачивают социальные связи, и они подвергаются насилию со стороны своих детей, и они как раз-таки та категория, которая, ну, очень редко пойдет в милицию и будет писать заявление. Поэтому здесь важно, чтобы начало расследования административного правонарушения не зависело от заявления пострадавшего, так называемое частное или публичное расследование. Ну, и, конечно же, дети, хотя вот, как бы, хотела бы сделать такой акцент, что сегодня противники законопроекта говорят о том, что, не знаю, почему медиа подхватили такое утверждение, что закон запретит бить детей. Сегодня нету ни одного закона в Беларуси, который позволяет бить детей. Сегодня уже запрещено бить детей. Закон лишь поможет, скажем так, быстрее реагировать на заявления не только родственников, но и других соседей, незнакомых людей, если им станет известно, что в отношении ребенка совершается какое-то насилие. То есть, скорее мы говорим о том, что общественность получит больше возможностей реагировать, и это реагирование будет принято во внимание должностными лицами. А концепция это половина дела. Сейчас самое главное, чтобы законопроект учел те ошибки, которые были при разработке концепции. Ведь, вот как Ирина уже заметила, концепция вызывает вопросы. вызывает вопросы именно потому, что при ее разработке не были вовлечены достаточно большой круг общественных организаций, может быть, организаций, основанных на вере, которые выступают сейчас против этого закона. То есть, к сожалению, власть пошла по накатанной дорожке. Ограниченный круг лиц точно так же за закрытыми дверями, может быть, где-то не на коленке, но она подготовила эту концепцию, не вынесла ее на открытое обсуждение. У Минскую студию до экспертов мы вернемся литерально праздник кихвили, а теперь давайте послухаем меркование людей на Минских улицах. Телишите выдопущальным бить детей у выховавших метах. Воспитывать детей надо с любовью, культурно и, честно говоря, чтобы они брали пример с родителей. Ну, вы знаете, если, допустим, ребенок полез в открытое окно, можно его стукнуть по головке, чтобы он понял, что так делать нельзя. Ну, конечно, так, не жестоко, а приконечко, чтобы он понял. Ну, а, в принципе, лучше словами объяснить. Нет, детей бить нельзя, потому что это травма, которая наносится ребенку в детстве, она, наверное, она очень помнится им всю жизнь, поэтому надо как-то сдержаться через себя, перешагнуть и ни в коем случае этого не делать. Вы знаете, что иногда шлепнуть малыша можно, не страшно, если чуть-чуть, можно шлепнуть, но вообще бить, конечно, нет. Я против всех вот этих вот садистских и очень сильных побоев, и, допустим, со злостью, с агрессией, это категорически нельзя. Но, вы знаете, есть такие дети, которые не понимают языка. Иногда можно шлепнуть. Бить нельзя, потому что они сзади будут давать. Это точно, если будешь бить. А как выховывать? Традиционно, по-белорусскому, словом, делом, справой. Бить, как бы, ну, это не поощряется. С другой стороны, если других методов воздействия нет, то в качестве не избивать, а небольшого наказания использовать, я думаю, можно. Я лечу, что это не дозволено, потому что это дитё, и он завсюду потребует от батьков ласки, бесчеты, любви, и когда батька дозволяет, это темати, мне, сдается, это непрямально. Ну, у меня четверо детей, опыт общения с детьми у меня есть. Если бьёшь ребёнка, надо представить себя, потому что ты бьёшь, в принципе, сам себя. Ребёнок, он находится в таком состоянии, что он просто не понимает, что он делает, поэтому этим его не воспитаешь, надо искать другие методы воспитания. После этих отказов я пропоную послухать споведь Жаншины, о которой я теперь живу притулку Радислава. Яна рассказывает про то, как батьки били яе и яе детей. Мне 26 лет. В Радиславу я попала из родительского дома. Я знакома с насилием в семье, сколько себя помню. Я помню, что меня мама била ногами в коридорчике в три года. Я помню, как она меня била за то, что в пять лет, за то, что я не могла прочитать ба-ата, какие-то там слоги, слога. Я помню, как они меня лупили скакалками, проводами, чем угодно, в общем, за то, что я не помыла посуду, не застелила кровать. Моим родителям по 50 лет и им кажется, что вот эта стратегия воспитания, дрессура, физические наказания, это единственно верный способ воспитания. Ирония в том, что они закончили педагогический университет Максима Танка в 80-х, по-моему, года, в конце союза. И они вроде бы образованные люди, они педагоги дипломированные, и они вот так вот обращаются с детьми. Они не пьют, не курят, вот, но любви в нашей семье никогда не было. Вот так вот. Мы сюда попали, потому что родители били моих детей, начали бить моих детей. Моего старшего сына прижгли утюгом, родители уже прижигали утюгом мою младшую сестру, ей сейчас 7 лет, вот, когда я была 3 года, я там девочкам всем показывала, специалистам в Радиславе эти фотографии. Вот, и мне просто стало страшно, за детей своих, потому что я не могу обеспечить им безопасность. Вот, а мои обращения в милицию, они привели меня в комиссию по делам несовершеннолетних, когда мне заявляли какие-то чиновницы о том, что я плохая мать, если я не могу своих детей поместить в безопасные условия. Ну, я тогда уже, конечно, позвонила Ольге, и Ольга предложила мне прямо на следующий день переехать, это было спасение. Я потом уже сюда приехала, я помню, разрыдалась, потому что не верила, что просто ушла из этого ужаса какого-то. Потому что это было настолько, я не могу вам объяснить, когда они взрываются, то есть, когда они выходят из себя, я вижу, что они абсолютно неадекватные. То есть, они продолжают варить в варенье, смотреть телевизор, но я вижу, что они неадекватные, не способны на что угодно. Вот, и я просто сейчас вспоминаю вот эти свои чувства, блин, да, это было, в общем, это какое-то волшебное место, и я благодарна Богу за то, что оно вообще существует. Потому что, вот, если бы не Радислава, не знаю, что бы с нами случилось бы за этот месяц. Признаюсь, я сама не стримала слезы, когда мы разговаривали с этой женщиной, а, Ирина, вот, мы уже начали говорить про то, что зараз есть протесты представников религийных организаций, які, вот, кажут, что проблема, хат не ухвал, то пера большинная, что она, як бы так, раздьмутая феминистками, так, я не говорась, так, ну, так сама право карать зіцею семью за пэвные проступки, так сама я налишись слушным. Так сама, есть гиншые застароги, что люди не верят, что милиция будет адекватным чином этот закон реализовывать, но, вот, мой коллега Виталь Цыганкоу писал блог про то, что вот этот закон приведет до такого, что будет больше неволенных, больше добранных детей, увы, не куга, гэта га закону, як бы вы, як чоловек, які в парцовной групе працував над концепцией, на гэтае все претензии, то есть арахе, адказали, ну, отшувших гэтую гисторую. Ну, я не вижу таких рисков, о которых говорит ваш коллега, например, в частности, увеличение количества милиционеров, участковых, хотя бы по той причине, о которой Анна говорила, недостаток ресурсов, и действительно, сегодня даже в некоторых органах, в местных органах внутренних дел есть недокомплектация кадров, поэтому как раз таки мы говорим о том, что для того, чтобы реагировать эффективно, нам нужны сотрудники, обученные сотрудники. Мне кажется, что нам, всему обществу и людям, для которых демократия является ценностью, очень стоит поговорить о том, где есть место такой ценности, новой для нас, как жизнь без насилия, и можно ли, правда, родителям давать такое право, воспитывая своих детей через физические наказания, потому что наказание не есть воспитание, воспитание не есть наказание. Ну и если говорить об эпидемии, о масштабах, знаете, домашнее насилие это не медицинская проблема, но вот ВОЗ, он определяет эпидемию, когда есть 5%, когда 5% населения подвержены, у нас уже больше, чем 5%, но как бы никакая инъекция нас не спасет, нам нужно пересматривать свои ценности. Я думаю, что вот когда, то есть для меня очень непонятно, когда люди, называющие себя экспертами, уважают демократию, но при этом самом они говорят, что домашнее насилие это практически часть традиции, да, это вот так всегда было. Вот это взаимоисключающее понятие. Аганна, вот я так сама хотела вашу реакцию запытаться, вот эта женщина сняла вельми серьезную проблему, вот этих, кали децей могут, декрету номер 18, кали ахвяры хатнего гвалту, як бы трапляюсь падениях этого декрету, и фактично, Вольга может подтвердить, а маль все женщины, вот які здесь мне знаходятся у притулку, яны вот мают вот эти сопы, знаходятся у социально небеспечной ситуации, вот вы бачите вот эту небеспеку и способы ее выражения? И часто это все-таки, вот ты, наверное, Ольга согласится, что бывает и надуманно, потому что я, как депутат Палаты представителей, очень часто получаю как бы заявление о том, что помогите, потому что у нас просто, может быть, нет финансовой возможности содержать детей, но мы их не бьем, и дети говорят об этом, мы не бьем. И сейчас, например, было у меня обращение, когда из религиозной семьи, которой, да, было там 9 детей, забрали детей, которые плакали, рыдали, и говорили, не забирайте, мы хотим быть в этой семье, но да, у них действительно было тяжелое материальное положение, у них там не было какой-то там дополнительной сосиски каждому ребенку или там куска хлеба, да, то есть это злоупотребление, вот этим тоже может быть. Но я хочу вот как бы вступиться немножко за религиозное сообщество, потому что они тоже, многие понимают наличие этой проблемы, и сейчас очень много приютов, которые основаны организациями, религиозными организациями или организациями, основанными на вере, но все-таки, как бы, наверное, они предполагают те негативные последствия, которые могут быть в связи с принятием этого закона, когда действительно сегодня в обществе существует недоверие к органам государственной власти, особое недоверие существует к органам милиции, и все действительно боятся злоупотреблений, когда помощь, или там, помощь, да, будет направлена не на предотвращение, действительно, насилие в семье, да, а направлено на те семьи, которые немного беззащитны, потому что оказались в тяжелой там экономической или финансовой ситуации. Это проблема, которая должна быть предусмотрена и в концепции, и должна быть, еще раз повторю, вынесена на всеобщее обсуждение, и не только гражданскими организациями, но и организациями религиозными, организациями, основанными на вере. Может быть, просто достаточно во время дискуссии взять какой-то иной термин, может быть, более подробно объяснить. Я очень благодарна тому, что Радио Свобода поднимает эту тему, но это надо выносить и на более широкие массы, да, то есть, может быть, даже в государственных средствах массовой информации, понимать, организовать круглые столы, конференции, дискуссии в регионах, потому что Минск, это все-таки отдельная, отдельная часть Беларуси, да, то есть, в регионах существует такая проблема. И давайте говорить о том, что и детей привлекают к работам, да, и наши органы опеки, и Министерство образования привлекает детей, школьников к полевым работам, работам там по уборке картофеля. Это тоже насилие, и эту проблему тоже надо решать. Дякую великую, Ганна Вольга, вот мы, когда с вами разговаривали, вы сказали про то, что часом с милицией, на которой есть недоверие в гражданстве, вам простей с участковыми контактовать, чем с этими комиссиями педагогичными, которые вы назначают, в каком стане находится семья. Вот с вашего досвиду, конкретной прации, такой уже шмат годовой, какие изменения просто необходимы, что спросила бы вот эту процедуру, как вы, как практик, что дня фактично варитеся? Ну, сложно, наверное, предположить, какой разовый, не знаю, инструмент, который мы можем внедрить прямо сегодня, изменит практику, которая уже накапливается 10 лет, сколько существует этот декрет номер 18. К сожалению, да, для нашего убежища это не исключительная ситуация, когда женщины звонят на телефон для экстренного размещения в убежище, и первый вопрос, расскажете ли вы кому-нибудь о нас, поставят ли нас в СОП, а у меня вы заберете ребенка, ну, то есть я начинаю объяснять, что нет, мы, конечно же, не заберем, у нас нет таких полномочий, компетенций, но это уже как камушек брошенный в воду, родители очень-очень опасаются СОПа, НГЗ, есть много историй в Фейсбуке и постов 1 сентября, когда проводились собрания в Минских школах, детских садиках, где администрация учреждения образования так прямо и говорит родителям на огромных родительских собраниях, что будете драться, звоните сначала мне, никакой милиции, а то заберем детей. И получается, что, ну вот, к сожалению, норма, которая, по сути, может и призвана была защищать детей с очень опасных условий, да, то есть декрет номер 18 имеет же благую цель под собой. Но, к сожалению, наша тема, проблема домашнего насилия, прямо легла туда же. И ввиду того, что недостаточно были разработаны процедуры, критерии и так далее, ну вот, все привело к тому, что декрет номер 18 на самом деле уводит нашу проблему в подполье. И если мы, участковые инспекторы милиции, общенациональная горячая линия, все вот наши силы направлены на как можно более раннее выявление, потому что тогда можно предотвратить увечья, травмы, убийства, суициды, то декрет номер 18, к сожалению, уводит эту проблему опять в подполье и все чаще люди опасаются теперь обращаться за помощью, потому что боятся изъятия детей. Давайте еще поглядим видео с еще одной женщиной, яка вось уже месяц находится в протоле Радислава. Он меня первый раз ударил, когда мы еще с ним встречались, что детей не было. Ну, это один раз было, но мы очень часто ругались, но, во-первых, муж совсем, у него другой менталитет, он вообще меня из Таджикистана, вот, мы встретились вообще в деревне, у нас там они как беженцы, вот, война, они там с сестрой, он приехал. Вике было полтора года, мы расписались, потому что ему надо было на очередь на квартиру документы собирать из-за жилья, вот, можно сказать, вот. Забеременела вторым ребенком, он вообще сказал, это не мое, я месяц не приезжал. Было полтора года уже, родился, он загулял, папа наш, загулял, вплоть до того, чтобы уже, ну, как он, мусульманин, ему уже там можно три или четыре раза жениться, вплоть, чтобы вместе жить. Квартира есть, у нее все, он говорит, типа, она согласна, чтобы мы там жили. Я говорю, только без меня, стал еще хуже пить, он работал водителем в автобусном парке, вплоть до увольнения там его, хотели уволить, то, что он так пил, и мы всегда боялись, какой он придет с работы, мы закрывались в комнате. Начинал, не то, что со мной, он начинал воспитывать детей, естественно, я заступалась, потому что он начинал бить их, вот, ну, он начинал заступаться, он начинал меня бить. На учете мы за него стояли, в школе нас поставили, потому что он пил, ну, естественно, милиция вызывала, это все в школу уже шло, ну, потом уже. И потом уже, когда дети приехали, вот, сегодня, завтра же в школу, он нам сказал, собирайте все вещи, уходите. Мы собрали вещи, и вечером мы ехали в деревню. Когда пьяные вообще к нему не подходи, даже не взглянешь на него, его сторону, потому что он быстро вспыхивает, так, что мгновенно вспыхивает. Как есть, зверски сбивают, такого не было. То есть, я стараюсь, ну, если бы я ему отвечала, то, может, я бы и пол, и, может, он бы меня и ногами бил бы. Но я стараюсь молчать, поэтому у меня обходится только оплеухами, там под затыльники, оплеухи, там по лицу, идешь домой и боишься домой. Поэтому тут хоть спокойно. Спать на рыче спокойно, с работы проходишь спокойно. Вольга, вот мы с вами по угоду тому записывали передачи только женщины, просвеченные проблеме хатния гвалту. Я вас запыталася, як у 21-м стагодзе гучить старая формула, бьез, значит, любить, вы отказали бьез, значит, сядзить. Вот, нас глядзить, зараз шмат людей, на телеканале Белсад, а потом это можно будет прочитать на сайте Свободы, нашу передачу. Твои, макшимася родьёй стых, які вот, як эта женщина 8 годов терпела, маучала. Вот як бы вы до їх звернулися, што бы вы им сказали людям, які сарумюються рассказать про то, яшто я не ахверых от них ахвалту? На самом деле, и наш опыт работы показывает, и в сегодняшних историях мы услышали очень часто фразу о том, что очень страшно об этом рассказывать, стыдно. Часто женщина чувствует вину за то, что происходит в семье и с детьми. Но на самом деле важно понимать, что из каждой проблемы, из каждой беды, есть выход, и на данный момент есть много государственных и негосударственных ресурсов, которыми можно воспользоваться в такой ситуации. Если вы подозреваете, что с вами происходит то, о чём сегодня говорилось в передаче, то, конечно же, в первую очередь мы рекомендуем вызывать милицию, звонить на общенациональную горячую линию, консультироваться со специалистами. Если экстренно нужна помощь в убежище, эти контакты тоже можно найти в сети, и, к счастью, это не только в Минске есть такие услуги, но и в других городах, есть система государственных кризисных комнат. На самом деле получить помощь бывает тяжело в этой ситуации и в милиции, и в госструктурах, и у нас не всегда есть свободные спальные места. Но очень важно искать эту помощь и настоятельно просить её. также хочется сказать, что очень важно, если вы сами не подвергаетесь насилию, не проходить мимо. Ну вот равнодушие, наверное, которое есть в обществе, и это вот мы сейчас видим такие отголоски в письмах открытых, которые пишут против концепции законопроекта предотвращения домашнего насилия. Это как раз показатель того, что большому количеству людей пока ещё на самом деле не понять всё равно, что происходит рядом с соседям, знакомым, близким. Очень важно не проявлять этого равнодушия, если вы видите, что кто-то страдает от насилия, стать тем первым человеком, которому человек доверится, расскажет, и вы сможете помочь. Вот, когда в Украинах, таких, как Украина, например, Литва, приняли закон на попережение хатного гвалы, то статистика зафиксованных выводков хатного гвалы повялишилась, не потому, что их стало больше, а потому, что их стали больше фиксовать. Вот, Ирина, вы шмат часу, шмат годов присвятили гэтой теме. Кали гэты закон зараз, и до вас и доганное это пытание, кали зараз не будем ближайшими годами приняты, то что? Ну, очень плохо мы будем получать вот такие истории, это будет ежедневная практика, к сожалению. Мы получим поколение людей, детей, которые сегодня дети, которые вырастут в условиях несвободы, насилия, подавления собственного мнения, и это уже сегодня происходит. Мы будем иметь искаженную психику в будущих поколениях. Я думаю, что это также будет сказываться на наших традициях и уважении ценностей жизни друг к другу, потому что, если так просто распоряжаться другим человеком, понимаете, к домашнему насилию есть двойной стандарт, когда мы сравниваем с другими праводорушениями, преступлениями. То есть, если на улице кто подойдет меня ударить, незнакомый человек, то этому преступлению намного больше веса предается, чем если такое же действие происходит в семье. Но на самом деле природа, она одна и та же, она даже больше в семье имеет более пагубные последствия. Я думаю, что для нас, как для общества, которое хочет считаться прогрессивным, правовым государством, это будет очень большой откат назад. Конечно, нужны дискуссии, но нужно вообще как бы, ну вот, понимать, меня очень волнует дискуссия о традициях, потому что это звучит из уст противников концепции, что же все-таки, какие традиции нарушит закон, который будет запрещать бить членов своей семьи. Мне кажется, что не нарушит никакие традиции. А если они есть какие-то такие отголоски средневековые, так уже с ними пора расстаться. Знаете, мы общество, которое хотим жить в ногу с новыми технологиями, а вот у себя в семье хотим жить по законам домостроя. Ну вот, некоторые. Ханна, ну вот, как ли концепция не перерасте в законопроект, не будет вынесена, не проголосует, не реализует, что, как законодавцы, что вы, ваши шляхи? буду таким оптимистом и скажу, что у нас сегодня есть замечательная возможность заставить власти ускорить принятие данного законопроекта, да, но это, еще раз повторяю, это надо, чтобы люди, которые участвовали в принятии этой концепции, вышли и открыли эту дискуссию. И как Ирина сейчас вот нам, на небольшой аудитории, точно так же объясняла, почему это надо, чтобы максимально большое количество людей, граждан, поднимало этот вопрос и понимало, что этот законопроект должен быть подготовлен и принят, да, то есть, и еще раз повторяю, пожалуйста, если вы видите, что вам организация, там, религиозная организация предъявляет какие-то вопросы, задают, да, их, не закрывайтесь, приглашайте их в дискуссии, вы найдете понимание. Хатни хвалт это не только белорусская проблема, при ее говорить с ее измагаются во всем свете. Те буди у Беларуси подрыхтованы и приняты закон о попереджении хатнио хвалту, те не буди. У любым разе у громадстве все больше людей усведомляюсь, что хатни хвалт это не традиция, а злочинство. Такие контексты их падею, про якие мы с Ириной Альховкой, Вольгой Горбуновой и Ганной Конопацкой думали, спрашалися, шукали отказы разом. Редактор субтитров А.Семкин